Двухмембранная органоида. И начнем мы с такого двумембранного органоида, который есть у всех эвакаритов. Митокондрия. Нет, ядро самое последнее учитываю. Смотрите. Сначала митокондрия. Митос. Поберите. Митокондрия. Сначала о том, как этот органот выглядит, а затем о том, как он работает, какие задачки выполняют и так далее. Митокондрия. Клеточная органота. Вот такая овальная форма. Достаточно крупный. Хорошо виден даже при не очень сильном увеличении в световой микроскоп. И в прошлый раз я говорил о конструкции. Это, по сути дела, как можно представить себя. Вы взяли маленький воздушный шарик и вставили в него большой воздушный шарик. Для этого, что вы сделали с большим воздушным шариком? Что вы с ним сделали? С мягкими. С мягкими с плавками. Поэтому у любой митокондрия две мембраны. Они так и называются. Номер один – внешняя мембрана. Номер два – внутренняя мембрана. А дальше пойдут вещи неожиданные. Во-первых, вот здесь, внутри внутренней мембраны, будет находиться ДНК, смутанная в углом. Вот так. И плюс к этому, в этом же аргене, внутри внутренней мембраны, будут находиться легкие рибосомы, которые вообще-то не имеют права находиться в эукариотических плечах. Легкие рибосомы у бактерий. Почему я так? Размеры, как у эукариотических рибосом? Помните, я говорил, как взвешиваю рибосомы и все прочие фрагменты плечах? Не на весах, а на каких приборах? На центрифугах. По скорости оседания. Так? Так вот, более массивные рибосомы у эукариотов или у прокариотов? У эукариотов. А вот здесь, внутри внутренней мембраны, находится немассивная рибосома, которая характерна для бактерий. А вот так укладывается ДНК. Вы эукариот или у прокариот? У прокариотов. У прокариотов. По поводу метакондрии и, кстати, власти, органозы, которые ведут в тасинтез растительных клеток, была в свое время высказана гипотеза эндосимбиоза. Эндосимбиоз. Что означает вообще-то слово симбиоз? Сомнительство. Да. Такое сожительство, такой союз, который мы хотим. Да. Обоим виден, вступившим в эти отношения. Хорошо. Эндосимбиоз. Эндосимбиоз. У меня называются варианты симбиоза внутри клетки. Когда один из сожителей выселяется внутри клетки другого сожителя. И между ними устанавливаются отношения, которые взаимовыгодны. Итак, какие первые существа произошли на нашей планете? Бактерии. Бактерии. Именно так. И все самое важное, нужное и интересное на свете изобрели именно бактерии. В частности, помните, что были бактерии, и они до сих пор есть, вполне все успешно, у которых есть вот такая внутренняя структурка. Да. Ага. Что это за внутренняя структура? У нее есть название, и мы говорили о том, какие цели она имеет. Мезосома. 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 Какую задачу иметь мезосома у бактериальных клеток? Там вырабатывается энергия. Да, именно так. Вырабатывается энергия. Как называют системы процессов, обеспечивающих клетку энергией? Раз, пять уже давали определение. Итак, слушаю вас. Дыхание. Это дыхание. Дыхание – это не работа людей. Это не вдыхание кислорода, а вдыхание углекислого газа. Все это не дыхание. В частности, в ваших клетках какой процесс проходит? Газообмен. Газообмен. Совершенно другой процесс. А реальное дыхание где происходит? Нет. Внутри каждой клетки вашего тела. Это исходно на нашей планете, в атмосфере, кислорода не было совсем. Был совершенно другой химический состав в атмосфере. Сформирована она, кстати, как в любая атмосфера, в любой планеты. Была вулканическими газами, которые при извержениях вулканов выбрасывались из метра планеты. А вода тоже вулкана? Именно так. Один из вулканических газов – это пары H2O. Когда пары H2O остывают, что получается? Вата. Сначала аэрокапельная, которая собирается в углака. А потом на планету годами, тысячелетиями, миллионами лет стали выпадать дожди. И, соответственно, что сформировалось на поверхности планеты? Моря, океаны, гидроскеры. Но кислорода не было. Хоть вы делитесь. Свободная кислорода убывает. Почему? А это очень активное вещество. Поэтому вот там, внутри нашей планеты, свободный кислород О2. У него какая-то отрицательность у каждого атома? Маленькая или большая? Большая. Огромная. Что он будет делать с электронами, окружающих его атомы? Или нет? Стягивать на себя. Поэтому не останутся атомы кислорода в одиночестве. Они вступят в химические реакции, образуя соединение с другими веществами. Оксиды. Кислорода в составе тела нашего планеты много, но это небазообразный кислород. Ну, это, допустим, что такое? СО2. Это оксид какого? Углического углерода. Как его называют по-русски? Углекислый газ. Углекислый газ. Песок из чего состоит? Песок состоит, вот его химическая форма. Силициум-О2. Стаза силициум. Кремний. Оксид кремния. Кремния один из самых распространенных элементов внешнего слоя земной карты. Кремния очень много. Силикатных пород тоже нет. Ну, в частности, гранита и базальта это типичнейшие силикатные. Получается, у адреса тоже оксид? Это оксид какого элемента? Водород. Водород. А вот свободного кислорода в атмосфере не было. Угодный газ. Угодный газ это моноксид углерода. В каком случае будет образовываться СО2, а в каком случае СО? Когда кислород. Ну, ну, ну... Углекислый газ, ну, базатор? Или с водородом смешается? Вода с водородом смешается? Водород. А там, у нас кислород, уголок, это уголок и СО? Нет. Не газа? Ну, смотрите, вы... Ребята, привыкайте играть от уравнения реакции. У вас есть реакция углерод плюс кислород. Получаем либо СО, либо СО2. Ну, давайте, в одном случае СО, в другом случае СО2. Если мы получаем СО... Значит, должен еще... Реакция уравненная или не уравненная? Нет. Если СО получаем... Уравненная. Уравненная. А если СО2? Не уравненная. Не уравненная. Для получения СО2, какой коэффициент куда нам поставить? Кислород 2. А это значит, если у вас сгорание углерода в избытке кислорода, если на каждый атом углерода приходится 2 атома кислорода, то что мы получим в результате? Углекислый газ. Углекислый газ. А если кислорода недостаточно, то углевает. А вот тогда углевает газ. Поэтому, ребята, вот это знание имеет чисто практическую ценность. Если у вас печка, костер, любой нагревательный прибор, где идет сжигание топлива, работает с недостатком кислорода, ну плохо нем воздух подходит, что в этом случае будет образовываться в воздухе? Угарный газ. Угарный газ. Сразу возникает опасность отравления. Отравление угарным газом тяжелейшее отравление. Очень часто смертельная опасность. Угарный газ, это пора. В пожаре может образовываться, конечно, угарный газ. Очень многие люди, почему пожаре гибнут? Они сначала отравляются угарным газом, при этом отравление теряют сознание. При отравлении угарным газом происходит потеря сознания. Но, потеряв сознание, просто не могут выбраться из очага горения. Изгорают. Немножко разобрались с образованием угарного газа и лицового газа. Итак, в первичной атмосфере кислорода не было. Он весь был связан в оксиде. Кислорода не было, а энергия нужна. Ни одна живая клетка обойтись без энергии не может. Вопрос. Приведите примеры, зачем живым клеткам нужна энергия. Раз, очень плохой ответ. Не просто плохой, а очень плохой. Объясняю в очередной раз, почему ответы типа «это надо, чтобы жить» не годятся никуда. Скажите, пожалуйста, чтобы жить, вам есть надо? Да. Пить надо? Да. Дышать надо? Да. Спать надо? Да. В сортир ходить надо? Да. И так далее, и так далее. Я могу назвать порядочное количество вещей, которые надо, чтобы жить. Скажите, вы их всех путаете друг с другом? Вы точно знаете, что вы сейчас делаете? Едите или дышите? Пьете или идете сортиваться? Вы эти вещи друг от друга отличаете. Это значит, все они по-одинаковому нужны для жизни. Или каждый из этих процессов по-своему необходимы. Поэтому, ребятки, ответ «это нужно для жизни» не значит ничего. Будьте добры, уточните. Конкретно для чего нужно то или другое. Энергия нужна для того, чтобы строить новые ветки. Раз. Для того, чтобы двигаться. Для того, чтобы двигаться. Управление ферментами. Управление ферментами. Помните, большинство, очень многие случаи, когда фермент меняет конформацию, если рядом выделяется энергия. Вспомните, как киназы работают. Вспомните, как транспортные белки работают. Для того, чтобы операция произошла, необходимо, чтобы клетка в этом месте затратила энергию. Идея понятна? Да. Хорошо. Древнейший способ дыхания, который освоили бактерии, это бескислородное дыхание. В науке такой способ называется анаэробное дыхание. А, тогда что они использовали? Анаэробное дыхание. Бескислородное. Для этого дыхания никакой кислород не нужен. Сначала мы возьмемся как раз с анаэробным. Для того, чтобы разобраться с тем, что такое будущее аэробное. А аэробное, кислородное дыхание возникает только позже. Хорошо. И для этого давайте мы с вами решим вот какой вопрос вроде бы к дыханию напрямую отношения иначе. Представим себе, что у нас есть клетка, которая будет вырастать. Да пусть растет. Срабатывает. Вот, сейчас смотрим. Что ей для этого будет нужно? Срабатывает участок генетической программы, где указано, что клетка должна расти вот в эту сторону. Чтобы расти в эту сторону, надо увеличивать количество фосклетиков, чтобы достраивать мембрану. Надо. Сыто скелет туда достраивать надо. Ну и ряд еще деталей, из которых, собственно, будет состоять вот эта новая часть клетки. То есть в этой зоне надо увеличить активность биосинтеза, создания веществ. Это ясно? Хорошо. Биосинтез без затрат энергии пойдет? Нет. Для синтеза веществ клетка должна тратить энергию. Отлично. Как решаем задачу? В этом месте активируем ферменты, которые ведут сбоку нужных материалов. Так? А энергию каждый раз откуда берем? Тех реакций, при которых происходит выделение энергии, на самом деле там достаточно сложные расчеты, мы с вами крайне упрощенно будем смотреть. Посчитаем, что выделение энергии характерно для реакций, которые составляют в руку, окислительных реакций. При окислении веществ энергия выделяется. Итак, противоположное окислению процесса будет называться восстановление. И на самом деле, когда два вещества вступают в химическую реакцию, что происходит? Ну, допустим, то, что мы с вами собираем. Кислород у нас в избытке. СО2. Скажите, в этой реакции у какого вещества больше электроотрицительности? У кислорода. У кислорода. Значит, в этом соединении что произойдет? Электроны окажутся распределены равномерно или нет? Нет. Электроны смещены сюда. Вещества, приобретающие электроны в ходе реакции, называются окислителем. Окислитель – это грабитель. Окислитель – это тот, кто сматывает одеялом себя. Окислитель – это тот, кто нагребает все двумя руками под себя. А окислители и ионы тоже образуют? Да, конечно. Сильно окислитель будет образовывать ион. А вещества, которые теряют электроны, или вокруг которых уменьшается плотность электронных облаков, а вот это восстановители. Они уступают свои электроны. Они отдают свои электроны. Так вот, в этом процессе передача электрона или смещение электрона от восстановителя к окислителю, вот в этом процессе будет происходить выделение энергии. Только, пожалуйста, в очередной раз, прошу вас, не говорите, что при этом вещество превращается в энергию. Он вернулся. Да, не бывает этого, не дай бог, не дай бог. Взорвете крымский полуостров. Но из-за того, сколько вещества? Из-за этого уровня молебулы одной? Полностью вот этот процесс, переход массового энергия, происходит даже не в ядерном реакции, а в реакции аннигиляции, взаимодействия вещества и антивещества. Что за антивещество? Что такое антивещество? А, никто не слышал такого? Ну, что-то от черной дыры. Ой, не, не. Это вас понесет совсем в другую сторону. Ребят, давайте базовую физику, мы все-таки здесь не занимаемся. В ходе химических реакций никакое вещество никогда не превращается в энергию. Там совершенно другая игра. Ну, вспоминайте, бывают электронные орбиты энергетически выгодные и энергетически невыгодные. Бывают. При переходе невыгодного состояния в выгодное, часть энергии оказывается лишняя. Что с ней происходит? Выделяется. Она выделяется, выбрасывается во внешний мир. А если мы хотим вернуть обратно? Нужно это на энергию вернуть. Надо эту энергию поглотить. Вот те процессы, которые идут с выделением энергии в химии и физике, будут называться экзотермические. В ходе этих реакций энергия выделяется. А те процессы, которые идут только с поглощением энергии, эндотермические. Итак, процессы, идущие с выделением энергии, называются экзотермические. Две приставки. Экзе и эндотермические. Экзе нарушен, эндо внутренний. Процессы, идущие с выделением энергии, называются экзотермические. Процессы, идущие с поглощением энергии, эндотермические. Контрольный вопрос. Превращение куриного яйца в омлет. Это процесс эндотермический или эзотермический? Эндотермический. Здесь вы не нагрели сковородку, никакого омлета вы не получите. Это вещество должно поглотить энергию. Отлично. Процесс горения дров в костре, процесс эндотермический, эзотермический. При этом процессе энергия выделяется в окружающий мир. И у костра можно греться. Идея понятна? Угу. Хорошо. Но дело в том, что окислителями, то есть веществами, которые отбирают электроны, может выступать от них не только кислород. В частности, в живых организмах. Ну-ка, давайте вспомним, сколько разных белков можно составить, если длина аппетитной цепи 200 аминокислот. А 2200 степени. То есть, с практической точки зрения, что значит? Бесконечно. Бесконечно. Да, белки могут иметь любые свойства. Поэтому первоначально живые клетки пользовались ферментативными окислителями. В качестве окислителей, которые стягивают на себя электроны, использовались просто ферменты данной клетки. При окислении энергия выделялась? Да. Выделялась, но выделялась ее немножко. Вот для того, чтобы разобраться с этим процессом, а если хотите понять, дыхание в вашем организме, то начинать следует как раз отсюда, с аноэродным дыханием. Без этого вы не поймете, как дышат наши клетки. В качестве топлива используются молекулы глюкозы. Химическую форму глюкозы. АС6, АН12, О6. Отлично. С6, АН12, О6. Самое ходовое топливо для подавляющего большинства живых организмов. Чаще всего клетка для получения энергии... Тотрофы тогда уже существовали. Что? Тотрофы тогда уже существовали, которые вырабатывали. Да, конечно. Да, конечно. Потом сыграем с вами игру, чтобы мы поняли, что в каком случае возможно возникновение жизни на планете. Не только на нашей планете, но и на любой планете. В любой мыслимой части Вселенной должно быть выполнено несколько условий, чтобы жизнь возникла. На планете Тумбу-Юму. Ну, допустим. Да, и так. Но в наших условиях самым распространенным топливом является глюкозность. И вот теперь поиграем мы вот с какой моделькой. Вы попали в лес, замерзли и решили отразвести к стероку. Набрели на целую кучу бревен. Лежат бревна, сварены уже готовы. Спичка у вас есть. А еще у вас есть топорик. Ну и скажите, пожалуйста, что вы будете делать? Сразу сварите бревна в кучу. Будете, зажигая спичку, пробовать зажечь костюм. Нет, это сначала на щепке, потом на щепке. Ага, то есть вы крупную массу сначала разделите на мелкие порции, а потом будете пробовать зажигать. Ты еще более. Согласна? Да. Согласна. Теперь давайте внимание. Вы считаете, что спички вы принесли с собой в лес, значит, спички – это не часть плеса, а часть вас. Согласна? Вы их притащили в лес. Поэтому для того, чтобы загорелся костер, вы погрелись. Сначала вы получаете энергию из внешнего мира или тратите свою энергию? Тратите свою энергию. Конечно, вы зажгли спичку, которая, потратив свою энергию, вызвала начало реакции, которая потом даст, то есть вернет вам намного больше энергии. И вы сидите греетесь. Все. Тогда нужно перейти к бескислородному окислению глюков. Может она называться, идти по нескольким разным сценариям. Самый распространенный сценарий называется гликолиз. Гликолиз – это вариант без кислородного окисления глюкоза. Гликолиз. И с помощью какого большинства это делается? Ферменты, как всегда, ферменты. Гликолиза. Что? Гликолиза. Нет. Нет, не так. Потом выводы. При этом гликолиз состоит из почти 10 взаимосвязанных реакций. То есть это длинная цепочка взаимосвязанных процессов. Делятся все эти реакции на две группы. Ну точно так же, как ваша работа в лесу. Вы решили погреться. Для того, чтобы сидеть и греться, вы сначала должны нарубить дров и потратить свою энергию. Согласны? На этом этапе ваш костер ничего не дает. Он пока не дает. Итак, первый этап гликолиза – подготовительная, по-разному. На что рассчитывается гликолиза? Итак, что происходит на подготовительной козе? И вот здесь придется нам на время сценария с гликолизом отобвинуть в сторону, чтобы сделать некоторую вставку. А вставка будет вот такая. Вот именно здесь, в разговоре с гликолизом, уже совершенно нельзя не упомянуть одно из очень важных веществ, которое занимает ключевую роль во всех клетках абсолютно. От бактерий до человека. От червяка до подберезовика. Абсолютно во всех живых организах. Вернемся к вот этой материкой клетке, которая собралась расти в эту сторону, а значит здесь надо вытерять энергию. Отлично. Мы в этом районе активируем окислительные ферменты. Каждый из активированных ферментов, начиная с огромной скоростью, окисляет вещества вокруг себя. При окислении энергия выделяется. Еще как? Еще как. Энергия выделена. Значит, в этом районе можно ввести биосинкс. Можно ввести биосинкс полный период. Так не делает ни одна клетка и никогда. А почему? Причину сейчас разберемся. Скажите, сколько там вообще всего разных веществ намешанных ферментов? Много. Много тысяч. Моделька у нас будет не с многими тысячами, а попроще. Но зато очень понятно. Вы зимуете на даче. Так? И решили вы на даче сварить сутки. У вас есть нормальная русская печка, которая топится дровами, углем, там какой-то. Вот вы поставили кастрюлю в печку. Вам надо подбросить топливо. У вас есть ящик с топливом. Но вы не имеете права в него заглядывать. Вы в него залезаете, вот так не глядя. Шарите рукой, берете кусок чего-нибудь и закидываете в печку. А в ящике с топливом у вас следующая смесь. Сухие березовые дрова, сырые осиновые дрова и динамитные шарши. Натя, скажите, в этом режиме суп варить удобно или не очень? Не очень. А почему не очень? Потому что можно подорвать с ним. Так, если вы подбросили сухих березовых дров. Они хорошо сухие. Выделится тепла ровно достаточно для того, чтобы сварить суп. Если вы подбросили сырых осиновых дров, слишком мало тепла, у вас вода просто не закипела, и никакой сух у вас не вышел. А если вы подбросили динамитную шаршечку, у вас выделилось такое количество энергии за очень короткое время, что разнесло всю печку, кастрюлю, и после этого сух вы будете собирать с территории гектара. Ну, слава богу, динамит таким образом заработать нельзя. Как было бы удобнее варить? Смотрите, что ты дашь. Смотрите, что ты дашь. Хорошо, у вас нету этой дачи подвода, не газовые трубы, не газовых баллонов там не стоят. А прийти? Даже, даже, газовый баллон допустимо. А прийти? Ну, у вас хорошая русская печка. Вот, бедные дети, скажите, пожалуйста, какой борщ, какая картошка, какое жаркое вкуснее? То, которое приготовлено в русской печи, или то, которое приготовлено в современной супер-новороченной микроволновке? Значит, все борщики не знают, но борщ на печи. Ребят, ничего более вкусного, чем продукты, приготовленные в русской печи, на свете вообще не бывает. Вот вы когда-нибудь поешьте и сравните, и поймете разницу. Хорошая. Русская печи, чем хороша? У них гигантская теплоемкость, она очень медленно разогревается. Но разогревшись, удерживать эту температуру будет исключительно долго. И режим остывания у него очень плавный и медленно. Можно ли такой режим накострел? Нельзя, плюс к этому. Она будет прогревать ваш чугунок, вашу кастрюльку, ваш контейнер, равномерно со всех сторон. Ответа? Нет. Со стороны дна, а сверху и с боков, наоборот, тепло отдает. А в результате, совершенно другой режим термообработки продуктов. Только совсем не так. Можно ли создать какую-нибудь там супер-новороченную электрическую духовку, которая модулировала русскую печи? Да, можно. Догазать, сколько она будет стоить. И плюс к этому, когда в русской печке готовится запах смолистых ароматических веществ, которые выделились при горении дров, он остался в печи? Да. Он никуда не делся. Чем вы его будете замещать в вашем электрокамине? Концентратами? Да, можно вставить концентраты. Ни один концентрата никогда. Даже рядом не сравняется с естественным продуктом. Потому что, естественно, продукты – это сложнейшая комбинация. Ну а если вот, смотрите, помид кинуть и лову шуку? Я представляю себе, что скажут ваши родители после того, как вернутся домой и будут веником обметать с потолка вот такие вот целые вавилоны из легчайшей сажи. Но сажа – это жирная и липкая, в отличие от обычной сажи. Идеальный случай какой? Газовый баллон – неплохое решение. По какой причине? Все порции газа имеют, вот равные порции газа, одинаковая теплоотворная способность. Да. Это однородный ток. С этой точки зрения вполне подойдут, если мы все-таки от печи делаем. Березовая и чурки одинаковая. При сгорании теплоотосточно для 20 суток. Да. А какие-нибудь неприятности с разрывами могут произойти? Да нет. Нет. Итак, для клетки выгоднее иметь универсальную единицу, использованную энергию. При этом, как вы думаете, это должно быть вещество, окисление которого, или вообще экзотермические процессы которого, дают как можно больше энергии, как можно меньше энергии. Или среднее количество? Среднее. И таким веществом является соединение, которое имеет название АТФ. Любая клетка будет полученную энергию стараться, во всяком случае, привести форму АТФ-связи. Почему? Потому что, работая с одной молекулой АТФ, клетка всегда будет получать стандартное количество энергии. А как это АТФ расшифровывается? Адренозин-3-фосфат. 3-фосфат. Адренозин-3-фосфат. Что-то я подозреваю, что тут фосфат будет замешан. Нет, ну, естественно, это фосфат. А по поводу Адренозина ничего не подозревает? Адренозин-3-фосфат. Не похоже ли на название какого-нибудь известного английского? Адренозин. Аденома? Аденома. Еще строк под названием Аденома. Это для такого голливудского хоррора. Так, злобный профессор Сюдебирового лаборатории, вещество Аденома. Ребятки, все очень просто. Есть такое вещество Адемин. Слышали про него что-то? Нет. Про Адемин слышали? Аденин слышали, который про Адемин не слышали? Не слышали. Аденин? Адемин. А-де-ни-н. Адемин. Адемин. Угу. Обозначается Адемин буквой А большое. А-а-а. Так что такое Адемин? Азотистое основание. Азотистое основание, которое входит в состав каких веществ? ДНК и РНК. ДНК и РНК, совершенно верно. При этом, помните, как устроен мононер ДНК и РНК, да? У нас есть азотистое основание. Азотистое основание. Азотистое основание. К чему оно будет прикреплено? Либо к небозе, либо к дезинкому. К пятиуглеродному сахару. Вот такое соединение Адемин плюс пятиуглеродный сахар будет называться Аденозин. А... Аденозин. А там просто РИБОДы, или кусок СИЛИБОДы. Э-Аденозин. Так? Теперь, дальше. В нуклиновой кислоте к сахару что присоеднялось? Ну, еще присоеднялось к молекулу фосфанной кислоты. Отлично. Вот так вот. А, фосфатов. Присоединялся. Сколько фосфатов присоединен к сахару в мономере ДНК? Один. Сколько штук фосфатов? Один. Один, конечно, один. Ну, второй будет вон там, но это уже из другого мономера. А так, в одном мономере один фосфат. Славно. Вообще-то, такое вещь можно было бы назвать АМФ. Аденозин монофосфат. Монофосфат. Это понятно? Аденозин монофосфат. Славно. А теперь, ну, давайте, в качестве упражнения, в тетрадь, чтобы себя структурно, только не листать заново, структурная корня, фосфорная кислота, А3, А4. Фосфорная кислота, структурная козла. Кто, кстати, может напомнить, какая валютность у фосфора в этом соединении? Ваши? Пять. Хочется? Пять, шесть, 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 шесть. Конечно, пять. Как шесть? Раз, два, три, четыре, пять. Три ОН группы и один кислород с двумя. Три ОН группы и один кислород. Только не водород с двойной швейцей. Я в вопрос, а в этом аденозине используется лепоза или дезоксилибоза? Что произойдет? Если... Одна молекула хосфорной кислоты встретится с другой молекулой хосфорной кислоты. Здесь возникает одна сплошность. Скажите, пожалуйста, а вообще-то вот так, две у вас группы сами по собственному желанию, без участия ферментов, сближаться буты или не буты, а почему они будут отталкиваться? Потому что там аж и аж, одинаковая зарядка. Так, поэтому такое объединение, конечно, только с работой фермента. Вот так вот вырезается. Какая молеку уйдет? Вода. В результате два фосфатных остатка окажутся связаны вот этим общим электронным молоком. И вот теперь разбираем одну модель. Ясно, что с этой стороны третьих асфалт можно пришить. Ровно по этой схеме. Хорошо. А вот теперь разбираем такую модель. С магнитиками играли? Да. Когда-нибудь. Ну вот у меня есть три достаточно сильных магнита. Полосовые, не как подковы, а полосовые магниты, так, они достаточно сильные. И я решил сблизить их одноименными полосами. Они не оттолкнутся. Они не оттолкнутся. Но я человек упорный. И сильный. И сильным. А еще очень сутрый. Да, да, да. Поэтому, что я сделал? Вы их сжали, а потом связали веревку. Да, да, да. Я взял их и, затратив свою силу, сжал, сблизил. Вот теперь скажите, пожалуйста, допустим, вот они. Вот я их взял, затратил силу, прижал друг к другу. Вот, прижал. Так. Что с ним произойдет, я ся в оперовке? Они оттолкнутся. Они прыгнут. Они прыгнут в разные стороны. Хорошо. Объясните, а почему, если это будет вот так, что если дадим на столе, почему он не прыгает? Это может, и наоборот. Может, и наоборот. Может, и наоборот. Вообще-то, для любого перемещения, тело, при любом перемещении, тело должно затратить энергию, сжать работу. Почему вот так он работу не совершает, а вот этот тройец, какой-то я убрал. А потому что вы вложили свою энергию, чтобы их вместить. Именно так. Сколько энергии они могут использовать, я же именно в оттолке. Сколько вы вложили. Сколько я в них вложил. Это ясно? Ну, а теперь я решил объяснить эту нехитрую истину где-нибудь в другой части Крыма. Так, вот здесь я сжал магнита и собираюсь объяснить. Вы пришли в соседний кабинет. Ну, даже в соседний кабинет. Ну, что, я буду все время ходить, вот так удерживаясь. Вы их резиночками связали? Отлично. Резиночку, веревочку взял, вот так и связал. Я их сжал и связал. Классно. Значит, здесь веревочка достаточно прочная. Что произойдет? Неперя, она натянется. Да. Силу взаимного отталкивания натянет эту веревку. Возникнет напряженная связь. Теперь я взял эту связку, отнес в другое место, где мне было интересно, положил на стол. И дальше объясняю, объясняю, объясняю. А после этого совершенно не тратил уже никаких сил. Беру аккуратно, бритвечкой вот так провожу. Что произойдет? Что на грунте сложится? Эти два остались связаны. А этот, соответственно, отлетел. В результате, обратите внимание, я вложил энергию в одном месте и в одно время на образование связи. А эта энергия будет выделяться в другом месте и в другое время. Это закон о сохранении энергии. Совершенно верно. В результате, как клетка работает с ЭТС? Есть у нее АНР. То есть, есть аденозин, аденин связанный с сахаром и один фосфатик. И это хозяйство приехало на фермент. Фермент здоровый. Такой белочек. Что этот белочек умеет делать? Этот белочек умеет притягивать из фосфоры еще один фосфат и ставить его вот сюда. Ну и когда их уперли друг в друга, сверху АНР группа, что с ним произойдет? Связь замкнется и вода выделится. Энергия. Да? Но для того, чтобы притянуть этот фосфат сюда, этот белок запросит у клетки энергию. Без затраты энергии он просто не работает. Хорошо. Итак, клетка потратила энергия и одна связь возникла. Дальше что надо сделать? Дальше надо потратить еще немного энергии. И этот фермент притянет еще одну фосфатную группу и замкнет еще одну связь. Так. В результате мы из АНФ последовательно получили сначала АДФ, аденозин-тифосфат. А затем? А затем АТФ. Аденозин-тифосфат. А после этого в зоне, в которой происходит строительство, работа транспортной системы, то есть процесс, на который клетка должна расходовать энергию. После этого достаточно активировать фермент, который будет отрезать фосфатную группу. Подошел фермент, отрезал эту группу. Берем этот фосфатик. Попал деталь. Отскакивает. Отскакивает. Что при этом с энергией? Выделяется энергией. Выделяется какое количество? Это ровно столько же, сколько затратится на этот цель. А, то есть это резервуарная энергия? Именно так. Это на самом деле, грубо говоря, энергетическая валюта. Батарейка. Это энергетическая валюта. Можно, как себя представлять, экономические отношения между людьми. Я иду на рынок и тащу с собой, как я не знаю, флешку, кило помидоров, старую книгу, которую я уже прочитал. Иду и смотрю. А мне нужны новые кроссовки, допустим, бейсболка и морковка. Такой набор. Ну, я сейчас скажу и начинаю торговаться. Вот, кроссовки. Флешка маловато. Флешка и три картофельные. Ладно, идет. Я даю флешку, даю три картофельные, получаю картофельные. Это называется бартер. Вообще-то называется неновая торговля. Так удобно в мире существовать? Неудобно. Единая универсальная обменная единица, которая будет называться валюта. Деньги. Мы стоимость каждого продукта приравниваем к денежной единице. Так вот, энергоэффекты в клетке приравнены к той порции энергии, которая выделяется при разрыве этой связи. Большая или маленькая функция, средняя. Для тех, кто интересуется точными цифрами, при разрыве, а вы не знаете, что такое моль, потому что для вас это будет бессмысленная формировка. Подождем с точными подсчетными отношениями. Итак, АТФ – это переносчик энергии, в некотором смысле резервуар энергии внутриклеточной. И при его распаде энергия выделяется, но на его синтез что надо сделать? Затратить. Санксибиатры это не синтезируются. Куда энергия берется? А энергия берется при отчислении остальных веществ, пищи, допустим. Окислительные ферменты, или кислород воздуха, или какие-либо ионы, отчисляют вещества, при этом выделяется энергия, это энергия использует вот этот фермент для синтеза. Почему так удобнее? А потому что мы всегда выделяем энергию в равными порциями. А если мы окисляем непонятно кого, мы не можем нормировать выделение энергии, как в случае с нашим сутком. Что происходит? Анаэробное дыхание. А, так в ходе анаэробного дыхания при безкислородном окислении глюкозы синтезируется АТ.